Здравствуйте, это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. В конце года принято подводить итоги о том, как и в каком порядке теперь необходимо обращаться с заявителем в Росреестр, какие змеи коснулись сферы оформления прав на недвижимость, а также об итогах 2023 года и о новшествах 2024. Я говорю с моим гостем в студии Константин Сергеевич Минин, заместитель начальника отдела правового обеспечения управления Росреестра по Самарской области. Здравствуйте. Добрый день, Елена. Да, ну что же, давайте как раз с изменений и начнем. Так вот, какие изменения в учетной регистрационной сфере произошли в 2023 году? Ну и, наверное, стоит все-таки разъяснить, да, вот это вот понятие, что это такое учетная регистрационная сфера. На самом деле, 2023 год он стал достаточно знаковым для системы регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета. И в 2023 году мы отметили две знаковых даты. 25 лет создания системы регистрации недвижимости, прав на недвижимое имущество, и 15 лет создания Росреестра. То есть это две ключевые даты текущего года. И надо отметить то, что с 2020 года Росреестром предприняты были, ну, такие, скажем, серьезные законодательные новшества, нововведения. И с 2020 года порядка 60 федеральных законов уже было принято, которые касаются вопросов постановки на кадастровый учет, регистрации прав и, в принципе, всей земельно-имущественных отношений, техполномочий органов местного самоуправления, органов государственной власти, которые так или иначе затрагивают права и интересы в отношении объектов недвижимости, земельных участков. За три года шагнули просто вперед, семимильными шагами прошагали, да? Вот этот вот небольшой отрезок времени, а сколько новшеств было введено. Скажите, а вот как вы считаете, самые главные, полезные для жителей какие? Ну, можно просто перечислить. Да, но здесь вот так вот, если вообще говорить обо всех изменениях, то правильнее было бы сказать о том векторе, в котором они все принимались. Они все принимались, направленные на сокращение административных барьеров, на сокращение сроков осуществления и прохождения документов на тех либо иных этапах своего существования. И, в принципе, все эти изменения, они как раз были направлены на создание и повышение качества тех государственных услуг, которые мы гражданам Российской Федерации оказываем. Ну и комфорт предоставления, разумеется. Комфорт предоставления, действительно, он тоже существенным образом изменился. Стали более доступны услуги Росреестра. Серьезный скачок был сделан в плане цифровизации всей отрасли. Сейчас мы уже с вами говорим о том, что мы работаем в безбумажном документообороте с органами власти. В безбумажном документообороте мы планируем уже работать с юридическими лицами. То есть это вектор нашего развития на 24-й грядущий год. Скажите, вот сделали очень много новшеств, как вот вы сейчас сказали. А вот где-то вот уже, если подводя итоги работы, то есть вы идете гражданам навстречу, юридическим лицам, органам, как вы сказали, государственной власти. А вот отклик есть? Пользуются ли жители всеми теми благами, которые вы предоставляете? Ну, надо сказать, что услуги Росреестр на сегодняшний день одни из самых востребованных. В год мы порядка более чем 700 тысяч заявлений обрабатываем. Это не только заявления, которые поступают через многофункциональные центры, это и электронные обращения. Процент электронного обращения у нас составляет 95,5%. То есть мы видим, что эти услуги востребованы у граждан. Плюс те проекты, которые Росреестр реализует, в частности ипотека за 24 часа, это как раз-таки те меры, которые направлены для максимально комфортного получения по принципу одного окна услуг. Когда ты обращаешься в кредитную организацию, решаешь вопрос с получением ипотечного кредита, и уже сама кредитная организация за тебя решает все административные вопросы, связанные с оформлением прав на этот объект недвижимости. Скажите, пожалуйста, а есть ли в Росреестре какой-то колл-центр для граждан, по которому можно позвонить, поговорить с вашими специалистами и узнать о той или иной услуге, которую вы предоставляете и как ее можно оформить? Ну вот такой вот посредник, скажем, между вами и жителями. Да, действительно, такой центр есть. Это ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра. Это подведомственное учреждение, у которого есть многоканальный телефон 8 800 134 34, по которому можно позвонить и получить консультацию о перечне документов, о режиме работы, о способе подачи документов. Если вопрос требует какого-то детального обсуждения, у вас это обращение примут и направят его в уполномоченный орган, который вам в письменном виде подготовит информацию на интересующую проблему. Плюс, помимо ВЦТО, есть уже на сегодняшний день на портале Госуслуг такой сервис, как платформа обратной связи. Она тоже активным спросом пользуется у граждан, где гражданин может задать тот вопрос, который его интересует, буквально там нажатием одного клика на мышке, и это обращение тоже поступит в наш адрес. Хорошо. Как узнать, кто является собственником объекта недвижимости при покупке, тоже вот очень актуальный вопрос, ведь теперь эти данные закрыты, Константин Сергеевич? Ну, скажем так, эти данные закрыты, это сделано не во вред, это сделано наоборот на пользу, на защиту персональных данных о правообладателе. И действительно, вот эта сфера персональных данных, сфера недвижимости всегда вызывала массу вопросов, да, и у нас существовали и существуют на сегодняшний день две нормы в законе о регистрации недвижимости, которые регламентируют процедуру предоставления сведений. Вопрос получения сведений об объекте недвижимости, его надо рассматривать с двух ракурсов, да, то есть это когда вы желаете получить общедоступную информацию об объекте недвижимости, она, к слову сказать, по закону является общедоступной. Где располагается объект. Что-то это информация. Да, это информация об объекте, где он находится, какие его характеристики, адресная часть, а вот все, что касается персональных данных, кто является правообладателем. Ну, то есть имя, фамилия, владельца, да? Имя, фамилия, владельца, документы, основания возникновения права, регистрации права. Это уже сведения конфиденциального характера, и они предоставляются по запросу ограниченного круга лиц. И, соответственно, распространение подобного рода сведений тоже должно быть ограничено. И законодатель пошел по такому пути, что получить персональную информацию можно при наличии, если сам правообладатель будет декларировать... Не против ее открыть, да? Да, если он будет ходатайствовать о возможности раскрытия этой информации третьим лицам. Вот при наличии такого согласия этого правообладателя информация будет предоставлена уже тому кругу лиц, которому она будет необходима. Ну, скажите, ведь эта информация, если, допустим, правообладатель будет ходатайствовать об этой информации, так она будет происходить на этапе сделки. А как посмотреть заранее, к примеру, вот меня интересует объект недвижимости, а вдруг он в залоге? Ну, вот этот интерес, он на самом деле должен быть продиктован определенной потребностью, да? И с чем столкнулся Росреестр? Более 500 сайтов и ресурсов, которые продавали информацию, полученную из Росреестра. И не неся при этом ответственности за достоверность этих сведений. Вот, на сегодняшний день осталось 7 ресурсов, с которыми Росреестр взаимодействует по распространению информации при совершении сделок. Вот, и это, ну, серьезная работа, которая была проведена. И на сегодняшний день мы говорим о том, что если вы, как правообладатель, заинтересованы в продаже своего объекта недвижимости, у вас не должно быть никаких оснований скрывать информацию о том, что этот объект недвижимости вам принадлежит. И выстраивая взаимодействие с потенциальным покупателем, у вас у самого является, ну, присутствует прямая заинтересованность предоставить максимальную информацию о том, что объект не обременен, что нет запретов, что вы действительно правообладатель, вот такие документы, основания, послужили регистрацией права. И тут даже говорить о согласии, собственно, и не приходится. Вы, как продавец, напрямую заинтересованы дать всю полную информацию. Конечно, чтобы продать объект, который... Вопрос достоверности этих сведений тоже Росреестром был предметом рассмотрения. И теперь, когда вы получаете выписку об объекте недвижимости, на этой выписке у вас будет наличствовать QR-код, отсканировав который, вы проверите, что... Это тоже новшество, да? Это тоже новшество 2023 года. Этот QR-код подтвердит действительность этой выписки. То, что в ней информация актуальная, и то, что эта выписка действительно выдавалась. То есть мы исключаем вопрос поддельных выписок, которым... Ну, а выписку эту, соответственно, можно получить только в Росреестре. Это выписка, да, предоставляется Росреестром под ведомственным его учреждением, Роскадастр. Получить выписки можно либо при обращении в многофункциональный центр, либо воспользовавшись электронными сервисами портала госуслуг. Вот, кстати, часто пользуются жители такой услугой, заказывают выписки? Выписки заказывают там в большом количестве. Сейчас не буду с цифрами, ну, боюсь ошибиться с цифрами, но то, что это несколько десятков в минуту этих выписок запрашиваются, так оно и есть. Хорошо. Почему необходимо регистрировать ранее возникшее право на недвижимость? Объясните, пожалуйста. Вот если вернуться к началу нашего с вами встречи, да, я говорил о том, что мы отмечаем 23 года системы создания регистрации недвижимости. За этот период времени реестрами объектов недвижимости, реестрами прав на объекты недвижимости занимались разные структуры ведомства. С 2020 года все эти реестры были объединены в единый государственный реестр недвижимости. И мы столкнулись с ситуацией, когда в реестре эти сведения либо устарели, либо эти сведения неполные. Сведения о ранее возникших правах до нас, в принципе, в ряде случаев не дошли. То есть у граждан есть договора о приватизации, есть старые свидетельства на землю, но в государственный реестр недвижимости эти информации не внесены. Законодательство говорит о том, что ваши права, да, они актуальны, действительны, не подлежат переоформлению, но сведениями о них не располагают органы власти, сведениями о них не располагают смежные владельцы земельных участков. И когда возникают вопросы, допустим, у органов местного самоуправления, связанные с инфраструктурными проектами, нужно проложить дорогу, какой-то сформировать земельный участок для строительства объектов, там, малоэтажного строительства. Находится территория, по данным реестра там нет никаких третьих лиц, а по факту выявляется, что там они есть, у людей есть документы, либо же это вопрос с расселением граждан из ветхого аварийного жилья. Органы власти основываются на данных Росреестра. Они заказывают выписку, видят, у кого права зарегистрированы. А те люди, те граждане, чьи права являются ранее возникшими, эти сведения не внесены. Они как бы выпадают. Ну, кстати, Сергеич, я вас прекрасно понимаю, и все это логично, но скажите мне, пожалуйста, вот что такие случаи действительно были в реале, когда все дело доходило до логического конца, и, как вы сказали, нужно было там проложить дорогу или построить дом. Но документы документами, а ногами-то сходить никогда не лишние. Вот, это, конечно, зона ответственности органов местного самоуправления, органов государственной власти, которые тоже должны выйти на место и все это удостовериться. Да, убедиться, конечно, своими глазами. Но все же, как бы, уже работают в юридической сфере, да, и работают с документами, и под каждое решение должны быть документально подтверждены те или иные обстоятельства. И вот, соответственно, если у человека есть на руках ранее возникшие права, то он, и эти права не содержатся в едингосударственном реестре недвижимости, он несет определенные риски, связанные с тем, что у него возникнут вопросы, споры с органами власти. Он будет решать вопрос с размерами компенсации, либо, в принципе, может лишиться этой компенсации из-за того, что сведения о нем не были внесены, и орган не располагал этой информацией о таких правах. Ну, хорошо, какой же выход из данной ситуации? И как понять, внесены ли твои данные о твоем объекте недвижимости в Росреестр? Да, это как раз процесс получения информации. Вы можете запросить сведения из реестр недвижимости по адресу объекта, по своим персональным данным увидеть, какая информация в реестре о ваших объектах содержится. Если вы там не находите своего объекта, либо находите иной объект, который у вас числится, это как раз сигнал к тому, чтобы задуматься, что здесь в данных реестра нужно сведения актуализировать. Причиной этому могут быть разные обстоятельства, и не всегда это является ошибкой регистрирующего органа. Опять же, повторюсь, вот эта вот синхронизация разных реестров в разное время, она, ну, как бы допускает возможность, что сведения требуют о своей актуализации. А вот, кстати, кому в первую очередь стоит задуматься, внесен ли их объект в регистрационный учет в Росреестр? Это, может быть, владельцы дач, либо каких-то поселков, либо, не знаю, частного сектора. Кому в первую очередь стоит задуматься? Ну, наверное, по практике я скажу, что... Да, это у нас года, все, что до 1998 года. Постройки? Да, за период там с 92 по 98 года, как правило, у нас шла активный процесс приватизации земли и приватизации жилых помещений. То есть это, по сути, собственники объектов недвижимости, которые возведены до 98 года. Ну, можно чуть-чуть еще и выше период взять, но это уже особенности, там, касающиеся гаражной амнистии, да, она до 2004 года объекта недвижимости. Это объекты ИЖС на садовых, огороднических и участках личного подсобного хозяйства до 91 года. То есть это, как правило, все старые года постройки со старыми документами. Ну, уж не такие старые, 98-го года. В целом, для объекта недвижимости они, наверное, не старые. Но вот здесь тоже, как бы, совет, лайфхак для наших зрителей. У нас сегодня у каждого практически есть учетная запись на госуслугах. И на сайте Росреестр есть такой сервис «Личный кабинет правообладателя». Если у вас есть учетная запись на портале госуслуг, то, зайдя в «Личный кабинет правообладателя» с этими учетными данными, вы уже изначально увидите, какие объекты за вами числятся в Реестре недвижимости. Если вы там найдете какую-то неточность, есть кнопочка «Заявить об ошибке», и с вашим вопросом специалисты разберутся и, соответственно, примут необходимые действия. Ну, а у нас как раз есть один видеосюжет в продолжении этой темы. И моя коллега Светлана Кудрявцева вам подробнее расскажет. В Самаре продолжается регистрация прав на ранее учтенные объекты недвижимости. К таковым относятся дома, квартиры, земельные участки, оформленные до 31 января 1998 года. Сейчас Управление Росреестра и органы власти выявляют собственников такой недвижимости и приглашают на регистрацию. Оформление прав обеспечит защиту законных интересов, а также снизит потенциальные риски споров с соседями и органами власти. Данные сведения защищают собственника объекта недвижимости от незаконного изъятия либо мошеннических действий. Вместе с тем, при необходимости отчуждения объекта недвижимости должна быть проведена государственная регистрация. Например, собственнику необходимо продать принадлежащий ему земельный участок или квартиру, а сведений об этом нет в реестре недвижимости. При этом у него на руках имеются старые документы, выданные до 1998 года, до создания системы регистрации на территории Самарской области. Сделка может затянуться либо совсем сорваться. Поэтому прежде чем отчудить объект недвижимости, собственник должен его внести или зарегистрировать право собственности. Чтобы местным жителям было еще удобнее, их приглашают пройти процедуру оформления документов в здании районной администрации. Александр Лисовский много лет проживает в квартире на проспекте Ленина. О том, что документы устарели и нужно пройти перерегистрацию, ни он, ни семья не знали. Ехать в Росрегистр или МФЦ не пришлось. Александра пригласили в местную администрацию недалеко от дома. У нас какие-то были всякие разные документы. Ну и лежали, лежали. А если бы нам не обратились, мы бы, наверное, не пришли. Нам сначала пришло уведомление по почте, что нужно поменять документы на квартиру. Мы пришли с документами, нас приняли документы, потом нам позвонили домой, когда прийти, какое время, какое число. И там был представитель потом с НФЦ, девушка. И нам четко все оформили. И осталось только сейчас съездить, забрать документы с НФЦ. Пилотный проект по приглашению жителей на выездную регистрацию реализовали в Октябрьском районе. Практика продолжится и в других районных администрациях. Мы рекомендуем тем гражданам, у кого до сих пор еще лежат старые документы, необходимо срочно их найти, прийти с ними к нам в администрацию и провести процедуру регистрации своей недвижимости. Если не провести процедуру регистрации объекта, он может быть признан безхозяином с последующей передачей в муниципальную собственность. Самарская область входит в пятерку лидеров Приволжского федерального округа. По результатам проведенных мероприятий по состоянию на 1 октября актуализировано более 58 тысяч объектов. На основании решений органов местного самоуправления в Реестр недвижимости внесены сведения о выявленных правообладателях 4185 ранее учтенных объектов недвижимости. Более 54 тысяч ранее учтенных объектов сняли с кадастрового учета. Кроме того, более 29 тысяч ранее возникших прав зарегистрировали по инициативе владельцев объектов недвижимости на основании акта осмотра. Таким образом, отработано 68% всего запланированного объема. Итак, продолжаем разговор. Я напоминаю, что сегодня на мои вопросы отвечает Константин Сергеевич Минин, заместитель начальника отдела правового обеспечения управления Росреестра по Самарской области. Я предлагаю рассмотреть следующую ситуацию. Телезрительница решила сделать реконструкцию дома. Нужно ли регистрировать изменения? Какие последствия грозят, если этого она не сделает? Здесь, в принципе, вопрос сродни такому же вопросу, а нужно ли регистрировать объект недвижимости. Уже с вами косвенно этот вопрос объяснили, почему нужно регистрировать. Ровно таким же способом можно и ответить на вопрос, а нужно ли узаканивать произведенную реконструкцию, перепланировку. Да, ее нужно узаканивать, потому что у вас объект меняет свои экономические, в том числе, характеристики. И для официального вовлечения его в оборот, эти изменения должны быть зафиксированы в государственных реестрах. И здесь нужно сказать о том, что этому вопросу Росреестр тоже задавал определенное внимание. Он проходил клиентские пути, связанные с переоформлением, и максимально оптимизировал все барьеры, которые на этом пути встречались. И вот скажу, что в 2024 году планируется ряд изменений, которые снимет с граждан обязанность самостоятельно ходить по всем инстанциям, собирать необходимые справки. И с момента, когда полномоченный орган местного самоуправления подпишет с вами акт о приемке перепланированного либо реконструированного объекта в эксплуатацию, он сам будет обязан подать документы в Росреестр для оформления. Здесь уже, опять же, в плюс заявитель, что ему не нужно будет никуда обращаться, кроме как в администрацию, один раз. Но это уже после планировки, а чтобы ее произвести, нужно ли тоже брать разрешение как раз на перепланировку? Да, то есть подобные изменения, они осуществляются в соответствии с проектом. Этот проект сначала одобряется в органах архитектуры, которые дают вам разрешение. Если мы говорим о многоквартирном доме. Если мы говорим о многоквартирном доме, если мы говорим об отдельно стоящем нежилом здании. То есть вот эти вот вопросы, они практически, процедура такая же, как для строительства нового объекта. Хорошо, продолжаем дальше. Вот такой тоже вопрос. Может ли быть препятствием для оформления права на жилой дом наличие в границах окранной зоны линии электропередач, ну то есть лэп по-простому? Да, на сегодняшний день у нас в реестре активно наполняется информация обо всех существующих зонах с особыми условиями использования территории. Это всевозможные охранные зоны, в том числе охранные зоны лэп, охранные зоны трубопроводов, водопроводов, всевозможные зоны подтопления и иные зоны с особыми условиями использования территории. Надо сказать, что как вечное право, как право собственности, подобные сведения не ограничивают. То есть объект продолжает право оборачиваться в гражданском обороте. Но хозяйственную деятельность на территории, которая попадает в этот зоид, зону с особыми условиями использования территории, она ограничивает. То есть ты законный владелец, но тебе ограничено, разрешено вести хозяйственную деятельность на этой территории. В частности, в охранной зоне линии лектора передач существует ограничение по высоте строительства, либо в принципе по строительству объектов капитального строительства. То есть что-то на нем возвести нельзя. Ты можешь осуществлять посадку плодово-ягодных деревьев, но строить дома на этой охранной зоне ты не можешь. К примеру. Так, ну а если все-таки был дом разрушен или снесен, какие действия нужно произвести, чтобы снять его с учета? Понятно, что каждый объект недвижимости на нем находится. Да, здесь гражданское законодательство нам на этот вопрос отвечает достаточно просто. И говорит о том, что физическое прекращение существования объекта, оно прекращает и право собственности. Но этому процессу соответствуют определенные юридические действия, которые необходимо предпринять. То есть если вы столкнулись с ситуацией, когда у вас объект разрушен, либо вы своими действиями активными планируете осуществить снос и строительство на этой территории нового объекта недвижимости, то вы должны понимать, что вот это действия, они должны быть документально оформлены. Для оформления сноса объекта недвижимости есть целая процедура. Вам нужно обратиться к кадастровому инженеру и подготовить такой документ, как акт обследования. Этот документ зафиксирует прекращение существования объекта недвижимости. Этот документ будет являться для внесения сведений в реестр о прекращении существования такого кадастрового номера. И по завершению вы будете смело уверены в том, что этого объекта больше на учете нет. И соответственно никаких вопросов вам по нему больше не должно. И даже нужно это делать, если, к примеру, ты сносишь старый дом на своей земле и планируешь вот прям сразу, а после сноса строить новый. Тем не менее, не нужно эти действия произвести. Обязательно их нужно произвести, потому что у нас есть правила землепользования застройки, есть градостроительные регламенты, в которых зафиксированы определенные параметры застройки земельного участка. Если у вас на земельном участке под данным реестр будет числиться объект недвижимости площадью 100 метров, а вы еще 200 метров построили, то эти площади будут суммироваться, и вы можете превысить допустимый параметр застройки земельного участка. Но по месту у вас 100 метрового объекта, допустим, нет. Естественно, вам нужно этот объект снимать с учета, чтобы данные о нем больше на земельном участке не отражались. Хорошо, спасибо большое. Я предлагаю в нашем сегодняшнем эфире еще раз напомнить о гаражной амнистии и как собственнику гаража понять, что о гаражной амнистии собственного касается. Здесь, да, надо напомнить о том, что гаражная амнистия, она распространяется на объекты капитального строительства. То есть это не металлические гаражи, это не гаражи ракушки, это не гаражи, которые располагаются в зданиях многоэтажных гаражных комплексов. Это не гаражи, не парковочные места, которые располагаются в многоквартирных домах, в торговых офисных зданиях. То есть это все одноэтажные, как правило, гаражи, имеющие капитальные стены, фундамент. Плюс ко всему закон о гаражной амнистии распространил свое действие на так называемые ленточные гаражи, которые могут не иметь кирпичных стен, но быть сварены одной крышей, иметь металлические стены на капитальном фундаменте. Но все они в одну ленту выстроены. Ну, такие гаражи узнать легко. Их очень далеко узнать, они во многих районах нашего города представлены. И ключевой момент, что они должны быть возведены до декабря 2004 года. То есть до вступления в силу градостроительного кодекса. Если ваш объект под эти параметры попадает, вы можете рассчитывать на гаражную амнистию. Напомню, гаражная амнистия, она позволяет бесплатно оформить земельный участок и располагающийся на нем гараж. И с октября 2023 года законодательство о гаражной амнистии было расширено. И появилась законодательная возможность оформить даже те гаражи, которые находятся в полосе отвода железных дорог. А у нас в Самаре достаточно большое количество гаражей находится как раз рядом с железной дорогой. Если для этих граждан предыдущая редакция закона о гаражной амнистии не позволяла оформить земельные участки, то сейчас можно это все делать. Ну что же, у нас с вами буквально пару минут осталось до конца разговора. О новшествах и изменениях в законодательстве в сфере недвижимости в 2024 году мы не сказали. Поэтому я попрошу вас озвучить коротко и основные из них. Если говорить коротко, мы, наверное, тогда расскажем это вот по тем принципам, по которым в 2024 году планируется изменение законодательства. На сегодняшний день у Росреестра в пакете законопроектов порядка 14 документов, которые планируются принять в ближайшее время, либо в течение 2024 года. Один из таких принципов – это принцип «построил о форме». То есть мы исключаем ситуации, когда объект, возведенный на земельном участке, не имеет своего правообладателя. То есть построил – о форме. Второй принцип – это нет оборота земельным участкам, не имеющим сведения о границах. То есть все земельные участки должны иметь сведения о границах. Отсутствие сведения о границах будет препятствовать совершению сделок. Дарения, купли-продажи, залога. То есть все земли должны быть с границами. Третий принцип – это подача документов юридическими лицами в электронном виде. То есть мы уходим на следующий этап цифровизации, когда не только банки и страховые нотариусы, органы власти будут подавать нам в электронном виде, но и все любые юридические лица будут подавать документы исключительно в электронном виде. И, собственно, следующий принцип, по которому будет меняться законодательство – это застройщик всегда оформляет задольщика. То есть наше многоэтажное долевое участие в строительстве будет идти по принципу, когда сам застройщик будет заинтересован и даже обязан будет оформить права граждан на те помещения, которые строились за счет привлечения средств участников долевого строительства. Ну что же, спасибо вам большое. Столько сегодня новостей вы озвучили в нашем эфире. Ну, а новшествах 2024 года, я уверена, мы с вами встретимся в новом году и более подробно, конечно, о них расскажем. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова